Приветствуем вас на канале Мясорубка! Свежие новости подъехали! Начинаем крутить фарш! Всё-таки пресловутый сумрачный германский гений, судя по всему, действительно имеет место быть. Это никакая не метафора. Немецкий народ таки оказался загадочным и непредсказуемым, но в какой-то момент и его стало разворачивать в правильном направлении. Потому что перед этим долгий месяц оказалось, что людям в Германии уже окончательно мозги пропаганды промыли и вдруг, нате вам, пошли позитивные новости. Анна-Лена Бербак, которую окрестили ни много ни мало, как современная женщина-рыцарь, неожиданно скатилась с почётного четвёртого места в рейтинге «Мой любимый политик» на позорное восьмое. И понять всю динамику несложно. Пока Анна-Леночка воевала с атомной энергетикой, загрязнением природы, глобальным потеплением и другими весёлыми концепциями, ей прощали самые разные чудачества. Как мы уже и сказали, чуден немецкий народ. Особенно по зиме. Мёрзли, нищали, голодали. Но если всё это было надо ради спасения климата, были готовы терпеть. Но и стоило Анне-Лене брякнуть что-то про так называемую войну с Россией. Как в бюргерах что-то очень внятно щёлкнуло и перевернулось. Но кто бы мог подумать, что урок 80-летней давности оказывается забыт только в немецкой элите. Да и то лишь потому, что они и тогда, 80 лет назад, во многом успешно отсиделись по столичным кабинетам и всё пережили. Да и теперь уж слишком мощно давят США. А сама-то Германия не рвалась на эти галеры. Но то элита. А вот народ, несмотря ни на какую пропаганду, судя по всему, помнит гораздо больше, чем хотелось бы светофорной коалиции. В принципе, и неприятности эту можно было бы пережить, если бы не петиция за немедленную отставку федерального правительства, за злоупотребление служебным положением и причастность к самому крупному преступлению против всего немецкого народа, которую подмахнули на, минуточку, чуть больше 46 тысяч бюргеров. Раньше-то считалось, что уйдет Шольц, пусть и неприятный, но вроде как еще и не самый радикальный, как на его место тут же вскочит Бербак. А уж эта дама, с одной стороны, совершенно меры не знает, а с другой, в народе популярна как бог знает что, и вдруг какой-то сюрприз. Всего пара глупых слов, и уже ни капельки она не популярна. А еще недавно многие гадали, Анна Лена Бербак сперва грубо и прямолинейно собственного канцлера послала и отказалась брать свои слова назад и извиняться за них, а потом вдруг взяла и извинилась. Чему бы это? Неужто канцлер убедил? Да нет, какой там канцлер? Упавшие рейтинги убедили, но лишь в том, что свои безумные планы надо держать при себе, пока не получишь всю полноту власти. А то будешь все заранее разбалтывать, никто тебя не пустит во власть. У нас есть пример. Один тоже казался своему народу плюшевым и веселым, пока не получил власть, а вот народ терпеть совсем не плюшево и не весело стало. Забавно, что все это напоминает какую-то странную рокировку. Бербак вдруг решила притвориться умеренной как Шольц, а Шольц тем временем вдруг решил прикинуться экологом как Бербак. Вообще все эти внутриполитические германские шахматы и перестановки – то еще безумное зрелище. «Мы отказываемся использовать уголь, газ и нефть. В апреле этого года мы окончательно выйдем из атомной энергетики». И это не цитата из футуристического романа «Про светлое будущее», в котором освоили новые планеты и земные ресурсы оказались более не нужны. Это слова канцлера ФРГ Олафа Шольца на партийном съезде социал-демократов в Шлезвиг-Гольштейне. Олаф торжественно клянется перевести все энергоснабжение Германии на энергию солнца, ветра и биомассы. Премьер Баварии Маркус Зьотде уже попросил вернуться с небес на землю. «Это чистая идеология, разум отсутствует, нет плана, откуда будет поступать электроэнергия». Впрочем, как раз с этого места начиная, следует помнить о том, что мы имеем дело с политиками. А все политики в момент, когда надо давать обещания, говорят ровно то, что от них хотят услышать. А когда доходят до дел, то начинают то, что хотят, или то, к чему их принудили. Если Шольц начинает зеленеть на глазах и превращаться в этакого небольшого Шрека, пусть и с немецким акцентом, это еще не значит, что он действительно собирается удариться в экологию. Скорее уж, особенно учитывая все его недавние шаги, он собирается заниматься классической промышленностью и защищать отношения с Китаем. Раз уж не смог защитить отношения с Россией. Но именно сейчас, видимо, ему очень надо проложиться перед зелеными и заручиться их поддержкой тоже. Но с другой стороны, не стоит обольщаться и по поводу Зедера. Это он сейчас говорит здравомысленные вещи, а как только попадет во власть, тут же испытает на себе всю мощь американской машины по принуждению и сломается, как все канцлеры до него. Так что наблюдать, как Вашингтон продолжает гнуть Германию, а немцы пытаются вяло сопротивляться, мы будем еще долго. Кстати, это сопротивление отнюдь не такое эфемерное, как может показаться. Надо помнить, что еще фрау-канцлер Меркель озвучила когда-то прекрасный термин «тихая дипломатия». Это то, чем любит и умеет заниматься Германия. Фактическое положение оккупированной Америки страны не позволяет ей говорить прямо и вслух многие вещи, но выкручивать какие-то свои интересы втихую у них очень даже неплохо получается. Правда, США в последнее время совсем уж стали жестко давить, но немцы быстро адаптируются. Внезапно выяснилось, что эти компании ведут, так сказать, подрывную деятельность, а точнее поставляют электронные компоненты в Россию через третьи страны, то бишь занимаются тем самым параллельным импортом, о котором наше руководство и говорило с самого начала. Речь идет о продаже, экспорте и поставке товаров из сектора информационных технологий и электроники на сумму 15 миллионов долларов. Об этом пишет немецкое издание The Welt. Оппозиция уже рвет и мечет, ведь в российской бронетехнике нашли немецкие чипы. И вот настал час расплаты. Прокуратура Кёльна начала обыски на предприятиях, которые подозревают в связях с Россией в обход санкции ЕС. Вот только с трудом верится, что с одной стороны немецкое правительство было не в курсе происходящего, а с другой стороны, что немецкий бизнес так легко позволит себя поймать и захомутать. Наверняка они хорошо представили себе, каким опасным делом занимаются, и вряд ли что-то удастся найти на предприятиях в Германии. А там, глядишь, и кто-то заинтересованный из чиновников начнет потихоньку дела прикрывать. Кстати, определенные приступы инстинкта выживания начинают просвечиваться уж и у близких соседей Германии, у австрийцев. На самом деле, ничто так не отрезвляет пылкие европейские головушки, как некоторое количество времени, предоставленного для размышления, четкие результаты которой демонстрирует Россия, причем одновременно с полным провалом всех европейских целей в отношении нас. И заодно, европейцы начинают потихоньку понимать, что у Америки планы не совсем такие, как им сообщили из Вашингтона. Хуже того, у Вашингтона планы были сперва одни, и касались они России, а потом они вдруг изменились, и стали касаться Китая. А как Вашингтон умеет быстро уносить ноги из региона, который стал ему неинтересен, и переключаться на более приоритетный, это все насмотрелись еще на примере исторической эвакуации из аэропорта Кабула, зрелище было незабываемое. А что самое главное, европейские политики понимают одно, американцы натворят дел и займутся чем-то еще, а вот европейцы останутся разгребать дела у себя в доме, их никто от этого не избавит, жизнь не закончится, и все то, что они сейчас делают, будет иметь последствия, причем эти самые последствия, самой же Европе и разгребать. Отсюда и проблески здравого смысла. Канцлер Австрии Карл Нехаммер снова взялся за старое, настаивает на ужесточении мер по борьбе с нелегальной миграцией. Не так давно он уже предлагал обнести границы Евросоюза забором, но не нашел поддержки среди коллег. Теперь в дело пошла тяжелая артиллерия. Нехаммер пригрозил заблокировать итоговую декларацию, проходящего нынче в Брюсселе, саммита, не такой уж и дружественной Евросемьи. Если не увидеть в ней конкретных мер вместо пустых слов, и, о чудо, сработало, европолитики испугались и решили срочно отсыпать денежек из бюджета ЕС на усиление охраны внешних границ. Нехаммер остался почти доволен, но напомним, что за словами должны следовать действия, и тут он, конечно, прав. Вот мы и посмотрим, какие там действия у него и последуют. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.